Из тех дивных советов, которые смотрят в интернете и телевидение, естественно, должно нести свою социально значимую функцию. Помните игрушки, кубики? Мы показывали вам, как банки на нас зарабатывают деньги. То есть банки берут деньги в еврозоне под 2% годовых, потом нам, россиянам, в качестве таких вот банков, запуливают до 60% годовых. Нормальный бизнес. Самое забавное, что банками вот эти банки не являются. Ну да вот, об этом чуть позже, о том, что предстоит. А предстоит у нас еще один такой финансовый небольшой попадос. Почему? Ну потому что долговой кризис, в Европе уже прекратили машины покупать, скоро прекратят и у нас. Вот естественно, в это время, когда еще доллар растет, брать кредиты – это признак самоубийства. Если только вам уж очень сильно не необходимы деньги. Но для хороших заемщиков есть, естественно, Сбербанк, Кредит Уралбанк, Газпромбанк и ВТБ. Серьезные банки, с которыми ничего не случится. Другие же банки, они очень интересно работают. Во-первых, скрытые комиссии. Во-вторых, штрафы. В-третьих, в-третьих, очень специфические методы работы. Вот, к примеру, взять, опять же, вот этот дивный банк, Кредит Европы, который банком, еще раз говорю, по сути, не является. В свое время просто были всякие ОООшки, там, ЗАОшки. Ну вот, они были организованы для того, чтобы выкачивать деньги с вас, естественно. Это очень просто делается. Вот, ЗАО и ООО фактически рискуют только своим уставным капиталом. А дальше все. Дальше улетели денежки ваши, и все. Вернувшись к этим самым кредитам. Вот, к примеру, если вы взяли кредит в этом банке и просрочили его хотя бы на один день, то этот банк начисляет проценты за все время пользования кредитом. То есть, смотрите, ну, к примеру, 365 дней назад вы взяли кредит, 360 дней прошло, ну, примерно, и вы просрочили на один. Проценты, штрафы и комиссии начислятся за 360 дней. Представляете, какая сумма вылетает? Вот так вот. Веселый банк получается. Ну, да ладно. Теперь остальные методы работы по вышибанию долгов. Какие они? Очень жесткие, я вам серьезно говорю. То есть, можно, к примеру, подать в суд, то есть, получить судебный приказ. По сути, есть такое постановление высшего арбитражного суда, то есть, все ваши споры с банком должны решаться на вашей территории. То есть, вы придете к своему судье, обязательно с ним поговорите. У нас судьи просто исключительные люди. Вот. И любой судебный приказ вы можете опротестовать. Ну, буквально там заплатив эту сумму, и банку по голове настучат. Этот же банк может пойти по-другому. Он где-то там, где у него есть филиал, не знаю, как он заплатит в суде. И в результате этим судебным приказом он начнет козырять у судебных приставов. И уносить судебным приставам мозги. То есть, представляете, вы опротестовали этот судебный приказ. Мало того, он незаконен. Так вот, еще такая ситуация возникает. Когда вам просто жизнь отравляют. То есть, подумайте, прежде чем взять деньги вот в таком банке. Я бы себе этого не порекомендовал ни в коем случае. Далее, потом будет ситуация еще более интересная. Банкиры, служба безопасности, начнут вынюхивать мозги, парить. Проверять, сколько у вас есть собственности, что у вас можно отчудить. А, вот тут самое интересное. Самое интересное заключается в том, что Дмитрий Анатольевич Милетев, но, видать, не успел еще банкам бошку свернуть в 2008 году. Чуть-чуть не успел, так бы кризиса у нас и не было. Потому что только банки замутили кризис. То есть, наступил, значит, кризис финансовой структуры. То есть, банки что решили? Вам не получится взять деньги на реструктуризацию долга, допустим. И все. И машинка завалилась. Естественно, посмотрев на все это чудо, и вместе с партией «Единая Россия» есть такая очень хорошая партия. Значит, были пролоббированы и пройдут два законопроекта. Первый законопроект о признании банкротством физических лиц. Очень полезная штука. У него есть три составляющие. Первое. Вы идете в суд и, значит, либо конкурсный управляющий, либо вы распродаете имущество. И самое интересное, если вы платили, и у вас были проблемки, да, то вы можете растянуть все свои кредиты, особенно это интересно в случае с ипотекой, не на 25-27 лет, да? Ну, к примеру, вы взяли миллион 300, да? Вам не хватило на квартиру, а в течение 27 лет вы должны платить каждый год, каждый месяц по 15 с половиной тысяч рублей. Если же вы признали себя банкротом, то на 5 лет и те же самые суммы, только на 5 лет, а не 27, понятно, да? Ну, чем нехорош наш президент и наше правительство? Отлично. А вот, мало того, помните, я начал разговор про ЗАО, ООО общества ограниченной ответственности, которые являются общественными граническими ответственностью. Это не банк ни в коем случае. Вот. 1 сентября все эти общества прекратят свое существование. Кстати, вкладчики тоже должны подумать, прежде чем нести деньги туда. Если у вас есть сбережения, во-первых, либо храните их в доллары, один лед, доллары дорожают, либо несите их в нормальный банк, ну, типа Сбербанк. Это нормальный банк, с ним ничего не случится. А вот такие структуры, они могут закрыться, и ваши денежки, ну, может быть, денежки вернут, а процента нет. Вот. Другое дело, если у вас возникли проблемы с вот такими ЗАО и ООО, то есть 1 сентября они прекратят свое существование. И главное, если у вас есть кредит ЗАО или ООО, ни в коем случае не приходите, не подписывайте документы и правив переуступки своих кредитов кому-то. Потому что скоро их не будет. Ну, вот так вот. Я надеюсь, я вам помог и немножко облегчил участь. А вот тем гоблинам, которые здесь работают, я немножко подсолил. Спасибо.